Донецкая Народная Республика Автор 400 научных статей, 32 изобретений Член Ассоциации комбустеологов России и США Обладатель Государственной премии Украины Лауреат премии «Призвание», которая вручается лучшим врачам России В январе 2018 победил на конкурсе «Человек года» в номинации за достижения в сфере здравоохранения Директор Института неотложной восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Яковлевич Фисталь Главная награда – спасенная жизнь Игорь Яковлевич, из предыдущих интервью уже слышали, что самая большая награда для врача Вы лично о себе говорили, что для вас лично это спасенная человеческая... Это правда. У мальчика, который пострадал во время учений этих биатлон танковых, у него было выражено нарушение психики Во-первых, взрыв, во-вторых, погибло его, а правда он потом уже узнал Его сестра двоюродная там во время этого взрыва И хочу отметить, что его психическое состояние было крайне тяжелым, негативным И у нас в штате, вот, штаты мы даже расширили Раньше у нас был один психолог, а психотерапевт сейчас их четыре У нас действительно много было таких, относительно много И вот, если вы будете спрашивать, или сразу скажу по поводу вот этой премии призвания, о которой вы говорили Там тоже ребенок был Там тоже 16-летний мальчик, но он в Питере пострадал, в Санкт-Петербурге Вот, и нас попросили о помощи, и мы приняли активное участие в лечении этого мальчика И даже вырастили клетки для него специально На тот момент 2008 год в Петербурге еще не было? Ну, в Петербурге не было, а у нас было И вот, ну, сейчас у нас эта лаборатория функционирует В 2011 году к нам американцы приезжали сюда, смотрели нашу работу Это из Бостона Это было спонтанно, они приехали В то время предлагали лечиться в Америке, в Соединенных Штатах И некоторые из Львова отвозили своих пострадавших Потом из Киева был случай Они думали, что и мы тоже Но, когда они приехали сюда, увидели наши результаты, увидели наших больных И у них корреспонденты, кстати, спросили, как вы оцениваете работу ожогового центра Донецкого Они сказали, если по десятибальной системе, то на 11 И мы привезли свои результаты У нас была презентация Мы показывали, сравнивали результаты Вы знаете, удивительно Вот по основным показателям Там, средние сроки лечения Много всяких показателей Были практически одинаковые Но когда мы сравнили группу Наиболее тяжелых больных Оказалось, что у нас результаты Были значительно лучше Ну, это было и удивительно И радостно Наш огромный опыт лечения Плюс обеспечение Ну, без идеального, я бы сказал, обеспечения Эти случаи смертельны все Нам удавалось излечить больных Я уже говорил, что Которые вообще-то Официально По данным Официальным по данным Литературы Травмы несовместимой жизни Нам удавалось 20 февраля 1939 года В Макеевке родился Эмиль Фисталь Отец работал на заводе Мать на почте Воспитывался бабушкой и дедушкой Во время Великой Отечественной войны Семья Фистали была эвакуирована на Урал В 1944 году они вернулись на Донбасс В 1965 году Фисталь защитил диплом доктора И через год со своими коллегами Спасал жизни 33-х обожженных человек в Димитрове Когда там взорвался Терикон И пострадали местные жители Стоит отметить, что это была первая практика На сегодняшний день Известного комбустеолога Нас собирали по звонку Мне позвонили, это было уже Волгой ночью Что собирайся Едем сейчас в Краснодарный Димитров Это Краснодарный район Там произошел взрыв Взрыв Терикона Это вообще уникальное наблюдение Я и до этого не читал в литературе И уже и после этого Может быть и было где-то, но публикации не было И мы поехали, естественно У нас было человек пять или шесть Когда у нас все получилось А через два месяца У нас была конференция Посвященная лечению жутов Приехало много специалистов Это же Советский Союз Весьмой республик Советского Союза Ну вот и нас, и Надя Продемонстрировали Как таких чутеных героев Которые успешно провели такое лечение Война закалила нас Врачей Закалила и проявила Некоторые действительно уехали Из-за того, что маленькие дети Из-за того, что у них была возможность куда ехать От войны уехали в конце концов Но некоторые уехали по Ну я не знаю По убеждениям политическим Мне предлагали, между прочим Киев предлагали, да В четырнадцатом В четырнадцатом Ну когда это все началось В четырнадцатом Ну я не поехал Я уже чуть было Ну в общем не поехал Не поехал, потому что я когда увидел А в Киев я тогда ездил Тогда еще не было блокады такой То есть можно было ездить Ну не летать как раньше Все-таки экспресс ездил Мы имели большой опыт И плюс научный потенциал У нас, кстати Единственное учреждение В Донбассе Которое относилось К Академии медицинских наук И поэтому сочетая Практическую работу с научной И преподавательской, кстати Потому что у нас первая кафедра Комбустиологии и пластической хирургии Была открыта у нас в 2003 году Вот я ее возглавил Организовал И она сейчас функционирует В случае девушка Иона За нее тоже вся республика переживала Взрыв бытового газа Это вот недавно было Октябрь Предположительную динамику наблюдали Да, она погибла Организм не справился? Да, вы знаете Конечно, организм Индивидуальной особенности Ну, она же не только Обожжена была Там же и баротравма была И ожог дыхательных путей Это все В сочетании вот таких тяжелых поражений У нее Не было шансов практически Это мы и знали и понимали И я же не говорю Что все Выздоравливают Таких у нас Вот Я знаю, что В России Там летальность После 60% Практически все погибают В Соединенных Штатах Вот я посчитал У нас критический И сверх критический После 60-80% У нас Летальность 32% У них 48% К нам Хотят приехать Люди И многие Из-за этой блокады И не приезжали И за С какими проблемами С разными Жидкий кислород А, жидкий кислород Да вы все знаете Зачем вы приехали Если бы не российская помощь Если бы не гуманитарная помощь То мы ничего Это последнее время У нас какой-то бюджет Появился А в начале мы Жили за счет гуманитарки Вот И Вот этот Случай Он был очень Показательным Должны были Привезти То есть Привезли До Линии Разграничения Машину Жидким кислородом Из Мариуполя Тогда Тогда еще Было По-моему 16-й год А ее Не пропускали Там по-моему батальон Азов был И они Не пропускали Хотя Водитель говорит Что это же Это же Жизненно важно И без кислорода Ни оперативных вмешательств Ни искусственной вентиляции Легких Тяжелым больным Нельзя проводить Там быстро мы перестроились Мы быстро Освоили И Более того Мы даже ездили Неоднократно В Российскую Федерацию С докладами На различных Международных конференциях Нас очень Принимали Очень Как бы Интерес С интересом И Внимательно Выслушали Обмен опытом И в Краснодаре И в Ростове И в Санкт-Петербурге И даже в Челябинске Талантливый человек Талантлив во всем Эмиль Фесталь С самого детства Начал увлекаться музыкой И поэзией Талантливый врач Играет на гитаре Трубе И контрабасе Помимо того, что Будущее светило медицины Всецело отдавался науке Он еще играл в джаз-бенде И даже гастролировал по городам И странам Советского Союза Нам повезло У нас руководители были Современные люди Вот И мы гастролировали Нас приглашали Начиная Днепропетровск Одесса Киев Москва В Москве мы участвовали В первом фестивале Студенческих эстрадных миниатюр Сейчас Эмиль Фесталь еще и проводит музыкальные вечера Один из таких концертов состоялся 27 мая 2018 года Зал был переполнен Люди с радостью посетили мероприятие классической джазовой музыки Ваше настроение и эмунитет становятся более крепкими, оставляя позади стрессы, уныние и депрессию Да, музыка для снятия стресса незаменимый помощник в современном мире Впечатление самое замечательное Это такой заряд бодрости, энергии Это непередаваемый поток эмоций И я понимаю, что благодаря Эмиле Яковлевичу, благодаря нашим замечательным музыкантам и нашим вокалистам Мы сегодня получили заряд, наверное, на целый год, это точно Можно успевать везде и всюду, если то, что ты делаешь, кому-нибудь нужно С утра я занимаюсь физической нагрузкой, пробежкой, занятия на снарядах Потом душ, потом завтрак и на работу Восемь часов я уже на работе и понеслось Надо стараться, надо, наверное, любить работу свою Любить жизнь и любить пациентов Наверное, вот три таких составляющих Работа, это понятно, но еще есть все-таки понятие о больных Потому что если врач профессионал, только профессионал, он умеет оперировать, он знает, как лечить А вот душевные качества и человеческие отношения с больными, это имеет очень большое значение Когда объединяется пациент и врач против болезни Да, да, вот, наверное, в этом вся суть И в этом, наверное, секрет Хотя секрета нет, просто надо работать, надо исполнять свои обязанности, свои возможности Оказывается, с тем, что незаменимых не бывает, можно поспорить Эмилия Акадьевич, действительно, на 100 миль у нас такой один И мы ему благодарны за то, что в трудную минуту он возглавил наш институт неотложной восстановительной хирургии Ведет нас за собой Это очень достойный человек Как вы хорошо знаете, он недавно получил звание героя труда ДНР Это, так сказать, та достойная оценка его деятельности, которую Эмилия Акадьевич показывает на протяжении вот этих достаточно трудных лет Он является почетным гражданином ДНР Все это говорит о том, что, действительно, это достойный человек, который введет институт неотложной восстановительной хирургии вперед Под его руководством удалось не только сохранить то, чего мы достигли в оказании квалифицированной медицинской помощи населению ДНР Но и привлекаться вперед, усовершенствуя методики лечения, повышая свою квалификацию Поэтому мы очень рады, что вот такой Эмилия Акадьевич один на тысячу миль ведет нас за собой И мы стараемся, так сказать, его не подводить в его достаточно трудном и нелегком пути Уникальный человек, с уникальной способностью, знаете, как человек талантлив во всем, если он талантливый Поэтому здесь это на 100%, потому что это и талантливый хирург, и руководитель, и талантливый музыкант, и поэт Ну, все там, все вместе, к чему бы человек не прикоснется, все растет Я считаю, что за его время, когда он у нас директором, произошли изменения, и мы этому очень рады И мы очень рады, что и Республика отмечает его своими наградами И он продолжает оперировать, продолжает лечить пациентов Я желаю ему долгое время находиться у руля и помогать людям Поэтому это самое главное для нас Я считаю, что он на своем месте находится, и мы очень рады, что он с нами Потому что самое главное поддержать в трудной ситуации именно это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok